Не ехать в Египет советуют МИД украинским туристам, по крайней мере, какое-то время. После кровавого теракта в Хургаде глава ведомства Павел Климкин советует присмотреться к другим курортам. И хотя украинцы не пострадали, гарантировать им безопасность не получится, говорит министр. Тем временем стали известны некоторые подробности о личности террориста и детали атаки. Продолжит Сергей Ослендер. Информация о гибели в Хургаде украинских туристов окончательно опровергнута. В результате нападения убиты две гражданки Германии. Инцидент произошел на закрытом пляже одного из отелей. Злоумышленник переплыл туда из общественного пляжа, расположенного рядом. Он был вооружен ножом и сразу напал на туристов. Первыми жертвами стали две немки. Обе получили смертельные ранения. По свидетельствам очевидцев, преступник бросался на людей, стараясь наносить тяжелые ранения. И намеренно выбирал именно иностранцев, причем женщин. При этом кричал по-арабски, египтяне, отойдите, я не хочу, чтобы вы пострадали. Обе эти женщины обычно останавливались в нашем отеле. Он специально резал именно иностранцев, когда попал в отель. Сначала этих двух из Германии, потом еще нескольких. В итоге, помимо погибших туристок из Германии, пострадали приезжие из Чехии, Армении и гражданка России. По некоторым данным, у нее есть и украинское гражданство. Преступника скрутили прямо на пляже, после чего в отель прибыли крупные силы полиции. Предварительная версия – это не теракт, а сведение счетов. Нападавший – молодой араб. Ему 28 лет. Его зовут Абдель Рахман Шамс-эль-Дин. Он живет в поселке Кафр-эль-Шейх, неподалеку от Хургады. Есть сведения, что якобы накануне он поссорился с одним из постояльцев гостиницы. Но газеты и соцсети публикуют информацию со ссылкой на спецслужбы Каира, что он был активистом ИГИЛ. Полиция проверяет эту информацию. Туристическая отрасль Египта, которая только-только начала оправляться от последствий революции 2011 года, снова терпит удар за ударом. Теракты происходят с пугающей чистотой. Буквально за день до резни в Хургаде произошло нападение в Каире. Преступники убили пятерых полицейских. Их было двое. Они ждали подъезда полицейской машины. И когда она прибыла, сразу открыли огонь. Стреляли прямо через лобовое стекло. Потом прострелили бензобак и подожгли автомобиль. На Синайском полуострове с террористами идет настоящая война. Накануне там погибли 23 египетских солдата в результате нападения на армейский блокпост. Там же, кстати, расположены основные египетские курорты. Ответственность за теракты, как правило, берет на себя исламское государство. Террористы выбрали настоящую ахиллесову питу арабской страны, туристическую отрасль. Именно она приносит в казну Египта львиную долю доходов. Именно она сильнее всего страдает от нападений. Сергей Услендер. Подробности Ближневосточное бюро. Телеканала Интер.